65 тысяч новых случаев. Сегодня в России установлен очередной антирекорд заболевших коронавирусом. Такого количества не было ни в одну волну пандемии. Буквально за считанные дни число заражений по всей стране, в том числе и в Московской области, увеличилось в несколько раз. Нагрузка на амбулаторную сеть, скорую и неотложную помощь невероятная. У нас в последние дни количество вызовов подошло к 50 тысячам в сутки. Хочу сказать, что до ковидного времени, а исполняется почти два года, как мы боремся с ковидом, наши врачи прежде всего, у нас в сутки было 5-7 тысяч вызовов врача на дом. Так вот, вчера или позавчера у нас был пик 57 тысяч вызовов. Принято важное решение. С сегодняшнего дня все поликлиники Подмосковья перешли на ежедневный и усиленный режим работы. Одними из первых мытищих удар на себя приняли специалисты 5-й поликлиники. Увеличено количество кабинетов неотложной помощи в каждой поликлинике. Режим работы. Мы работаем ежедневно с 8 до 20 часов, включая субботы и воскресенье. Увеличено количество выездных приказ врачей. Вместе с тем мытищинцы с признаками ОРВИ и температурой ниже 38 градусов могут не ждать визита врача, а самостоятельно прийти в поликлинику без предварительной записи. У меня была температура. Она варьировалась от 37 до 37,5. И я пришла, чтобы понять вообще, что со мной. Пока что мне назначили ЭКГ и анализы крови. Кроме того, в день обращения каждый пациент имеет право сдать экспресс-тест на коронавирус и получить необходимое лечение. При этом плановый прием узкопрофильных специалистов будет ограничен. Однако это не касается неотложной помощи. Для того, чтобы откорректировать лечение или выписать лекарственные препараты для дальнейшего лечения, то вопрос решается по телефону. Выписываем лекарственные препараты и пациенты приходят только в аптеку. Мытищих количество вызовов врачей на дом увеличилось почти в пять раз. Если две недели назад к медикам обращалось чуть более 700 человек, сегодня это число достигает 4000 в сутки. Эта цифра могла быть еще выше, но многие вопросы удается решить удаленно по телефону горячей линии 122. Чтобы ни один пациент не остался без внимания, в Подмосковье усилили работу колл-центра. Помощь специалистам направили 100 студентов медицинских колледжей, которые будут консультировать пациентов. При этом усилили количество работников, сотрудников, которые будут постоянно вести аудиоконтроль, людей, которых уже болеют COVID-19, то есть с подтвержденным коронавирусной инфекцией. Если раньше это порядка 600 человек было, мы в два раза это число увеличили. То есть создали в каждом учреждении группы людей, диспетчерские центры, которые будут обзванивать и уточнять ситуацию, и при необходимости корректировать лечение. Несмотря на скорость распространения омикрона, врачи отмечают, что протекает заболевание намного легче. Да и количество госпитализаций пока на обычном уровне. Сегодня в стационаре Матичинской городской клинической больницы находится 402 пациента. За минувшие сутки в МГКБ поступило 50 человек. Большая часть из них болеет новым штаммом омикрон. Алина Савыш, Олег Степанов, Первый Матичинский.